привет друзья недавно я решил попробовать себя в чем-то новом когда-то ранее уже пробовал майнить монетку для винчестеров storage coin но на тот момент у сети были настолько низкие доходы что заниматься этим даже в любительском ключе не особо хотелось с тех пор я подзабил на идею майнинга на накопителях до настоящих пор примерно с неделю назад я начал видеть повсюду много материалов о че youtube google новости хаббард да где их только не было к счастью у меня как раз пришли компоненты моего настольника из россии и я решил to give it a try once again почему бы и нет сегодня я расскажу вам что смог подчеркнуть о чья за несколько дней экспериментов будет несколько фактов факт 1 неизвестная цена будьте готовы к ралли вверх и вниз цена монеты еще не устаканилась и че они добавлены многие биржи что нас ждет в будущем никто не знает впрочем это касается крипто рынка в целом хотя я лично прогнозирую на будущее в долгосрок хороший рост всегда и на то есть свои причины будьте готовы к тому что цена может сильно меняться насколько я мог видеть в сети цена на пресейлах подскакивала выше 2000 долларов но сейчас монеты торгуется по большей части в районе 600 долларов кроме прочего конечно все очень сильно зависит от разработчиков и комьюнити 1 доллар или 600 или 2000 или 100 500 долларов посмотрим факт 2 по еще не окончательное в нем отсутствуют нужные функции приведу банальный список из этих функций возможность объединяться в пулы скоро обещают для этого придется платить участки заново скорее всего поэтому это как бы и здорово и не здорово одновременно функция объединения нескольких темп хранилищ в одно было бы удобно в том случае если у вас несколько сссд меньшего размера это упростит порог входа для тех кто не умеет в м ну или аппаратные средства объединение накопителей или же software рейд возможность сохранять процесс плотинга при выходе из приложения можно было бы удаляете например последний созданный темп файл который недосоздался когда когда вы выключили компьютер или потеряли электричество теряя таким образом ну последний процент прогресса вместо того чтобы полностью начинать сначала как происходит сейчас на текущий момент при потере электропитания зависание компа или просто при выходе из приложения вам придется чистить темп файлы самому а затем заново создавать очередь на плотинг это очень неудобно из предыдущего пункта также вытекает автоматическая сборка ненужного мусора например не применимые к использованию темп файлы которые не удалились стоило бы очистить возможность удалять ненужные файлы или эффективнее использовать пространство сжимать файлы сделать возможность платить участок на 100 гигабайт при котором вам не нужно аж 256 гигабайт пространства я уверен что это вполне реальная история уложиться в 240 гигабайт то уж точно можно теперь перейдем к мифам мифы о чья миф номер один вы наверняка думаете что для плотинга вам нужен быстрый ssd и размечать на винчестерах ничего не выйдет как бы не так на момент начала процесса плотинга у меня был винчестер на 3 терабайта а ssd только на 240 гигов поэтому я не мог сразу создавать плоты на ssd без дополнительных лайфхаков расскажу об этом далее итак я стал размечать все прямо на винчестере для одного стандартного участка чья на доступном 3 терабайт нам western digital винчестере у меня уходило примерно 12 часов мои первые 7 участков я создал прямо на винчестере используя его как временное хранилище в процессе генерации и как итоговую директорию сделал просто разные папки миф 2 быстрые ssd позволят вам во много раз увеличить скорость плотинга и распараллелив задачи это конечно не на сто процентов миф да быстрые ssd предпочтительнее чем медленные винчестеры конечно же но для реального распараллеливания задачи я бы сказал вам потребуется несколько разъемов nvme и несколько физических ssd а также очень быстрая материнка целая куча оперативы хороший процессор и вообще в целом отсутствие узких мест где бы то ни было в вашем риге моих личных тестах получилось так плотинг одного сектора прямо на винчестере занимает примерно 12 часов плотинг нескольких на винчестере я не пробовал что же касается ssd ну точнее nvme samsung 970 я пробовал платить 1 2 и 3 участка одновременно могу сказать что в случае с двумя и тремя участками плотинг происходит существенно медленнее чем с одним может виновата недостаточное количество оперативки может быть процессор хотя там у меня 8 ядер и шнадцать потоков вроде нормально буду диагностировать дальше а пока размечаю по одному участку миф 3 чья это get rich fast схема сейчас построю ринг и стану миллионером будьте готовы к тому что вам придется инвестировать деньги время силы в поддержку этой истории а также к тому что она может вовсе не окупиться все конечно же зависит от вашей активности продуманности профессионализма но также от рынка и от цены на монету в ближайшем будущем теперь перейдем к лайфхакам лайфхак номер один создание рам диска можете ответить какое хранилище данных в компе самое быстрое в широком смысле слова хранилище конечно же это оперативная память а значит для плотинга чья даже nvmi высокого класса будут все равно медленнее чем оперативка ну и конечно же в linux есть такая чудесная возможность это создание рам диска правда здесь есть подвох от чья если вы помните то для создания одного плота на 100 с небольшим гигабайт потребуется использовать диск размером 256 гигабайт а еще вам нужно место под систему правильно выходит самый минимум это 260 264 или 272 гига оперативной памяти для создания одного плота прямо внутри неё ну и поддержание системы к сожалению немногие обладают такими объемами оперативной памяти на их компьютерах да и вообще по-хорошему тут потребуется серверная материнка с большим количеством слотов под оперативную память если вы хотите набрать такой объем памяти минимальным количеством модулей придется раскошелиться на сверх дорогие модули памяти так что путь через серверное железо выглядит наиболее адекватным о создании рам диска в гугле и на ютюбе есть много материалов так что не буду на этом заострять свое внимание если вы решитесь потратиться на такое решение это будет самый быстрый способ размечать плоты для чья по сути ограничены только скорость вашей оперативной памяти а также вероятно шиной или контроллером оперативной памяти в качестве дополнительного бонуса у вас получается что нет какой-то части которая устает ну да конечно оперативка нас тоже устает со временем но она значительно более выносливая чем даже самые мощные промышленные ссд для корректности также отмечу что рам диски может создавать не только под linux но и в других операционных системах но вы скорее всего будете терять производительность из-за неоптимизированности и менструозности соответствующих операционных систем если в частности говорить о вин или маг здесь также есть ссылка на ресурс о том как создавать рам диск второй лайфхак объединение носителей в linux при помощи lvm я уже говорил ранее об этом вы также можете использовать software рейд и другие средства например если у вас несколько ссд-шек то по отдельности они недостаточного объема тут нечего особенно говорить размечаете ваши накопители под лвм создаете из них общий волюм и готова а но вы также есть сети в углу названия популярных графических утилит позволяющих создавать и управлять логическими томами в linux ну я даже могу их перечислить это депортед систем конфиг лвм бливет гуи я спортишнер это для opensuse кей випе м и вижу лвм это только некоторые из них и это на именно те которых есть графический интерфейс лайфхак номер три выбор файловой системы я лично еще не сделал собственные сравнения по производительности но очевидно что файловая система может накладывать небольшой overhead таким образом замедляя процесс сплоттинга на данный момент я попробовал xt2 для винчестера она не журналируемая по умолчанию именно поэтому а также xfs и f2fs для nvmi в принципе все файловые системы работают корректно для данной задачи но согласно исследованиям что я смог найти в сети самая эффективная файловая система для чья является xfs какую бы файловую систему вы не выбрали обращайте внимание что вам не нужен журнал его использование будет только замедлять все как минимум для временного темп хранилища вам точно не нужен журнал выключайте журналирование команда в углу как корректно создать xfs том не забудьте заменить деф-нейм на имя вашего устройства например там слэш-дэв слэш-нвми 0 и какие-то цифры также есть ссылка на более подробный материал на эту тему лайфхак номер четыре для меня он оказался ни с чем рабочим но может кому-то поможет перемещение темп файлов прямо во время плотинга если до завершения плотинга вам не хватает места на ssd я нашел на ютюбе видео одного русского с забавным акцентом по-английски рассказывающего как можно плотить участок на накопители меньшего размера в частности 240 или 250 гигов вот здесь также будет ссылочка напоследок я скажу также две важные вещи первое если вы применяете nvmi не забывайте проверять уровни нагрева и при излишнем нагреве соответственно задумайтесь о подключении активного охлаждения вы же не хотите чтобы ваш ssd умер раньше времени и вовсе не от циклов записи чтения а просто от перегрева вторая повторюсь но все же будьте готовы что придется учиться вкладывать время силы средства в эти процессы если готовы то добро пожаловать в мир криптовалют даже если вам не повезет железом или майнингом чья в процессе вы все равно узнаете достаточно много нового и уверен это будет вам очень полезно если вам было полезно это видео прошу подписываться на мой канал конечно же ставить лайки и до новых встреч в других видео пока пока